Море, солнце, отпуск Вот такие по-настоящему летние слова И вот согласно опросам, большинство россиян в этом году предпочитают наши отечественные курорты, ну и города Золотого Кольца России И о том, насколько большой наплыв туристов ожидается в ближайшие месяцы в Ярославскую область, об этом поговорим с заместителем руководителя агентства по туризму Ярославской области Андреем Жаровым Он гость нашей летней студии на Морской набережной, Андрей Михайлович, здравствуйте Добрый день Андрей Михайлович, ну вот все эти истории с развитием внутреннего туризма, я имею ввиду прекращение сообщения с Египтом, с Турцией, да, наплыв в города Руси-матушки, так скажем Как-то Ярославский регион по-особенному готовился к этому летнему сезону? Ярославский регион готовится по-особенному к каждому сезону И отличие у нашего региона в том, что в туризме высоким сезоном считается лето и низким зима Но для нас и низкий сезон мы тоже принимаем достаточно большое количество туристов То есть у нас нет таких провальных дат, в отличие от других регионов А в чем причина? Дело в том, что индустрия и гостеприимство, и тот уникальный туристский потенциал, который есть в нашем регионе Он позволяет выбрать гостю нашей области отдых на любой вкус, на любой кошелек, независимо от возраста и пола При том, что относится это не только к отечественным туристам, но и иностранцам Но на самом деле, конечно, программы интерактивные, например, в объектах турпоказа обновляются каждый год Ну что нового в этом году появилось, да? Можете рассказать? Так, парочку случаев Ну на самом деле, фактически, если мы возьмем наиболее популярные среди туристов программы Потому что просто походить с экскурсоводом или тем более самому почитать этикетки Это неинтересно То есть тренд общий, который мы переняли уже несколько лет назад Потому что действительно в туризме Ярославский регион является одним из лидеров Причем не только в Центральном федеральном округе, но можно сказать и по всей России Это, например, интерактивные программы, тетрализованные экскурсии Когда, допустим, в художественном музее, который рядом, нас встречают дочки губернатора И проводят нам экскурсии, а потом мы попадаем на бал Которым гусары и дамы, соответственно, обучат нас и танцам 19 века, и языку веера и так далее И можно, соответственно, в этой, скажем так, высокой атмосфере 19 века В этих исторических сценах, стенах губернаторского дома Погрузиться в ту жизнь, в которой жил губернатор и позавидовать нашим предшественникам Дмитрий Михайлович, ну, в общем-то, вот такую экскурсию, мне кажется, можно удивить не только туристов, но и, собственно, ярославцев самих Потому что, вот, мне, например, было бы интересно сходить на такую экскурсию А чем, вот, например, самих ярославцев мы еще можем удивить? Например, там какие-то города, ну, в регионе в самом, да, малые города Дело в том, что, например, в Ярославском регионе очень сильно развивается событийный туризм То есть, если посмотреть на календарь 2016 года, то мы увидим порядка 220 То есть, фактически, у нас несколько дней каждую неделю происходят какие-то события Естественно, происходят они в первую очередь летом Например, у 25 июля, в эту субботу уже 25 июня, извиняюсь, в эту субботу, например, в селе Великом будут проходить мероприятия, которые связаны с Полтавской битвой А как связано село Великое с Полтавской битвой? Вы увидите там, вы увидите реконструкцию, в которой участвуют и дети, и взрослые То есть, мероприятие является универсальным, и с каждым годом оно прирастает и качественно, и, соответственно, туда приезжают туристы Событийные мероприятия, конечно, они самого разного уровня Всем известный Доброфест, например, да, который 1-3 июля, соответственно, пройдет А в июле вообще, фактически, каждый день что-то происходит И 49-й, соответственно, Всероссийский день поэзии в Карабихе Андрей Михайлович, ну, раз уж вы сами заговорили про цифры, давайте немного про них еще более подробно поговорим Вот уже какие-то приблизительные цифры по количеству туристов, как и наших отечественных, так и зарубежных, так скажем Уже есть вот за такой небольшой отрезочек летнего сезона? Ну, сейчас было бы некорректно сравнивать Я бы, например, сказал, что если в 2015 году по цифрам произошел некий провал Например, общее количество туристов и экскурсантов снизилось по сравнению с 2014 годом С чем это было связано? Ну, сейчас скажи, что в 2015 году вот общее количество составило где-то 2 миллиона 700 тысяч туристов и экскурсантов Из них зарубежных 200 тысяч человек составило В этом году то, что мы видим, то есть абсолютная цифра я сейчас не скажу, но тенденция, она лучше, чем в прошлом году Если мы возьмем различные виды туризма или, например, стоя на берегу Волги Грех не поговорить о круизном туризме То в отличие от 2015 года, когда были проблемы связаны и с маловодием реки Волги, соответственно, что тоже отразилось на количестве круизных туристов То на 2016 год глубина продаж была просто поразительная и фактически теплоходы забиты И количество народу, которое спускается у нас в городе Ярославль, в городе Угличес, ходит на берег и пользуется услугами наших туроператоров И либо без их услуг просто прогуливается по городу, посещает, соответственно, набережные, покупает сувениры, посещает рестораны Количество увеличилось примерно на 25-30 процентов Ну, если говорить о соотношении российский турист-турист-иностранец Как это меняется? Вот раньше просто в центр города, например, выходишь и видишь очень много иностранных групп гуляющих по городу Вот буквально в эти выходные гулял и видел очень много наших, русских, которые приезжают из других городов, из других регионов Ярославля Ну, то есть как это вот, меняется или нет? Меняется, если говорить про 2014 год и про 2015, например, то количество иностранных туристов в 2015 году выросло Примерно на 40 тысяч, то есть и составило где-то 200 с небольшим тысяч человек В этом сезоне, в 2016 года, количество тоже имеет тенденцию к увеличению При этом, если вот мы смотрим несколько лет назад, когда были в основном немцы То мы сейчас примерно в равной пропорции встретим на улицах родного города и немцев, и англичан, и французов Соответственно, и американцы тоже у нас нередкие гости, несмотря на политическую ситуацию Естественно, при увеличении количества китайских туристов, ну и не только китайских, но и тайванских, например Мы тоже хотим получить этот поток И на самом деле это идет небезуспешно, потому что, конечно, иностранные туристы, прибывая в Ярославле, они прибывают в первую очередь на теплоходах Но есть и другие группы, которые мы пытаемся получить из Москвы Потому что в обязательной программе у всех, конечно, это Москва и Санкт-Петербург Но Москва и Санкт-Петербург, хотелось бы посмотреть им все равно настоящую Россию И здесь, соответственно, как раз города Ярославской области могут предложить именно то, что требуется взыскательному вкусу гостей из других стран Андрей Михайлович, ну а сами-то этим летом куда отправитесь? Или дома по родным местам? На Соловки Что ж, я вам желаю приятного отдыха, не менее приятного, чем тем туристам, которые приезжают в наш Ярославский регион Спасибо вам большое. В летней студии 1-го Ярославского на Волжской набережной был заместитель руководителя агентства по туризму Ярославской области Андрей Жаров Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!